Сочинские ученые пригласили к диалогу не только коллег из российских городов, но также представителей хозяйства из других стран – Азербайджана, Абхазии, Чехии, Италии, Мексики и Никарагуа. Все они нацелены на то, чтобы обмениваться новейшими технологиями. Участников конференции приветствовал глава города Анатолий Пахомов. Радостно приветствовать лучшие умы России, а также зарубежных стран в области плодоводства, цветоводства, декоративного садоводства и флористики. Я думаю, что многие заметили, что подготовка к Олимпийским играм нас также несколько задачила тем, чтобы поменять нашу флористику. Нам необходимо было действительно создать город-праздник. И, конечно, без коренных преобразований в этой области нам этого бы не удалось сделать. У института большое прошлое, позади 120 лет научных трудов. Основана была Сочинская сельскохозяйственная и садовая опытная станция в 1894 году по приказу императора Александра III. Таким образом, получило широкое развитие субтропическое растеневодство и промышленное садоводство. Разработаны комплексные технологии возделывания плодовых, цветочных и субтропических культур. Открытие и сорта, и технологические процессы, и элементы технологии возделывания этих культур. Сейчас новая культура в продвижении – это киви культура. И новые регионы, которые возможно выращивать субтропические плодовые, такие как хурма, шейхуа. Сейчас для сочинских ученых, по сути, наступает золотой век, когда для развития отечественного сельхозпроизводства распахнуты все двери. А значит, появится больше возможностей для селекционных работ. Все это и предпосылки для развития сочинского рынка труда. Конечно, хорошо было бы, если бы и в Сочи возродить все то, что у нас было. У нас был совхоз Октябрьский, у нас был совхоз Приморский. У нас это опытное производство хозяйства, где было и рабочих мест очень много. И мы город Сочи обеспечивали, еще мы могли обеспечить, в Сибирь отправляли, повторюсь, и на север очень много овощей и фруктов. Сегодня лучшие ученые научно-исследовательского института были награждены грамотами главы города. Вспомнили и уникального ученого-селекционера Федора Зорина, который при возведении морозостойких сортов мандаринов вырастил дерево дружбы. В этом году Садмузей дерева дружбы отмечает юбилей – 80 лет со дня основания. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.